Здравия желаю! Это первая часть серии о парке Патриот и выставке Рособоронэкспо. На территории парка собраны музей авиации, музей бронетанковой техники, музей артиллерии, спортивные сооружения, спортивные тренажеры, исторические выставки, экспозиции образцов вооружения и техники. В военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации в конгрессно-выставочном центре «Патриот» на аэродроме Кубинка и полигоне Алабина прошел военно-технический форум «Армия». Форум является уникальной базовой платформой для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологии, в проектах в области строительства и материально-технического обеспечения, а также для предприятий, готовых вступить в линейки коопераций различных уровней в интересах обороны промышленного кромполикса. Цели форума. Это первое. Содействие техническому переоснащению и повышению эффективности деятельности Министерства обороны Российской Федерации. Второе. Стимулирование инновационного развития обороны промышленного комплекса Российской Федерации. Стимулирование деятельности молодых перспективных специалистов научно-исследовательских организаций Минобороны России и ОПК. Третье. Развитие военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. 4. Патриотическое воспитание граждан. 5. Формирование позитивного имиджа Минобороны России как современной и динамично развивающейся структуры и популяризацию службы в вооруженных силах Российской Федерации. 5. Формирование позитивного имиджа Минобороны России как современной и динамично развивающейся структуры в военных разработках, в чем особенности данного препарата? 5. Формирование позитивного имиджа Минобороны России как современной и динамично развивающейся структуры в военных странах. Но есть определенные вещи, которые между собой могут быть связаны. Например, воздействие на иммунную систему, против вируса, например, отмета. Да, и вот в этом отношении данный препарат, конечно, очень перспективен. На базе, конечно, является перспективным препаратом. Но препарат давно-давно открыт. И, молитву его давно-давно уже было исследовано, все было действовано. В отношении, в первую очередь, противоиспалительных препаратов. Потом, в последующем, когда он обнаружил, что препарат обладает еще и мумопосветом, который стимулирует нам, скажем так, выработку из агентных коферонов, он привирает основным, одним из основных ключевых биологически-кактивных веществ, которые борются с чем-то вирусом, и у того, что будет использоваться. Из-за того, что вирусный препарат, и он показал себя очень хорошо, и при лечении гриппа, напишите информацию о вирусе TG, и вот то исследование, которое сейчас, частично уже, проведуtувь, а частично будет продолжать, пока дали препараты лечение. В Republic. На сколько на сегодняшний день военная медицина соответствует стандартам гражданства? Может быть, есть какие-то отличия? Вы знаете, военная медицина должна оказать помощь, но очень военнослужащим, определяя боеспособность наших вооруженных сил. И, конечно, поскольку здесь на первой роли выступают такие поднятия, как оперативность, мобильность, постоянная боя готовность, мгновенно решать задачу, то и медицина должна соответствовать. Поэтому, конечно, активное раннее выявление, ранняя специализация, изоляция, ранее начатое лечение способствует тому, чтобы гораздо быстрее возвращались в право в исковые части, выполняли свои профессиональные задачи. А что вы отвечаете? Есть, конечно, свои ответы, потому что ведомство разное, но нам не так военнослужащим себя не против не составляет гражданству, а практически более того и более. Мы активно взаимодействуем к гражданскому правоохранению, но в невозможно отношения немножко сбросить, а не ущерблять главным специалистом, но в самом деле вверху. Поэтому такие такие взаимодействия, как раз в мире, можно сказать, что вы будете. Концерн ПВО «Алма-Сантей» был создан в 2002 году в соответствии с указом Президента Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации. В 2007 году произошло укропнение концерна и на сегодня в его составе более 60 предприятий из 18 регионов страны. Основная деятельность АО «Концерн ВКО «Алма-Сантей» ориентирована на разработку и производство серийной продукции, модернизацию, сопровождение, ремонт и утилизацию комплексов и средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также продукции двойного и гражданского назначения. Основная продукция военного назначения – это зенитные ракетные комплексы и системы, радиолокационные средства различного назначения, автоматизированные системы управления, тренажерные комплексы, комплексы бортового оборудования, ГЛОНАСС, GPS-оборудование. География военно-технического сотрудничества концерна обширна. Количество стран, располагающих военной техникой, разработанное и произведенное предприятиями концерна, превышает 50. Со многими иностранными заказчиками концерн связывает многолетнее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество. Основные направления научно-технической деятельности концерна – это 1. Формирование облика технической основы системы воздушно-космической обороны Российской Федерации в интересах решения задач обеспечения военной безопасности России в воздушно-космической сфере. 2. Создание систем комплексов поражения и подавления противовоздушной, противоракетной и противокосмической обороны, а также комплексов вооружения на новых физических принципах. 3. Разработка радиолокационных комплексов систем наземного, воздушного, космического и корабельного базирования. 4. Разработка перспективных средств комплексов для систем предупреждения о ракетном нападении и контроле космического пространства. 5. Разработка и дальнейшая модернизация перспективной ОСУ авиации и ПВО. В научно-технической деятельности участвуют более 16,5 тысяч специалистов – разработчиков и научно-технических работников концерна и его дочерних обществ. Ученую степень кандидата имеют 1068, а докторов наук – 175 специалистов. Одной из форм привлечения высококвалифицированных молодых специалистов является стажировка в концерне студентов старших курсов, обучающихся на базовых кафедрах. Давненько не баловали конструкторы нас и потенциальных потребителей новинками самой мощной зенитной ракетной системы ПВО сухопутных войск С-300. И вот новинка в линейке ЗРС для сухопутных войск переднего края – Антей-4000. Новый Антей – это практически ЗРС С-300В-4, но в экспортном исполнении и, так сказать, бюджетная версия. Как и у предшественников, в ЗРС Антей-4000 используются два типа ракет. Легкая 9М83МЕ и тяжелая 9М82МДЕ. По заявлению разработчика АО «Концерн ВКУ Алмаз Антей» тяжелая ЗУР 9М82МДЕ является самой быстро-зенитной ракетной в мире. В новой ЗРС дальность поражения аэродинамических целей ракетами 9М83МЕ составляет 150 км, а 9М82МДЕ – 380 км. Высота поражения аэродинамических целей тяжелой ракетой составляет 33 км. Не забываем, что база Антей-4000 – это солидные гусеничные самоходы. С возможностью прикрытия войск на переднем крае проблем быть не должно. «Концерн» создает версии зенитного ракетного комплекса ЗРК ТОР-М2, способные преодолевать водные преграды. ТОР-М2 является представителем нового поколения ЗРК малой дальности. Благодаря усовершенствованному арсеналу комплекс способен прикрывать от средств нападения противника фронтовую полосу протяженностью 20 км. Помимо того, комплекс ТОР-М2 способен перехватывать вражеские авиабомбы, БПЛА, вертолеты, самолеты, в том числе выполненные по технологии стелс. Зенитный ракетный комплекс может работать как вручном с участием операторов, так и полностью в автоматическом режиме. Одновременно сопровождать до 24 воздушных целей. На полигонных боевых пусках ТОР-М2 продемонстрировал способность эффективно поражать цели на высоте от 15 метров до 10 тысяч метров и дальности от 3 до 12 км. ЗРК может одновременно обстреливать до 4 объектов. ТОР-М2 единственное средство ПВО в мире, способное вести огонь на марше, что позволяет быстрее перебрасывать войска. Кроме того, расширяет боевые возможности ТОР-М2 уникальная зенитная ракета 9М338К, превосходящая по характеристикам зарубежные аналоги. Боеприпас был разработан в стенах Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени Торопова, входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». На вооружение С-300, затем пришли С-400 и в будущем все ждали С-500, и вдруг вместо нее С-350 «Витязь». Какие комплексы заменит С-350? Российская войсковая операция в Сирии очень четко показала, что сейчас и в ближайшем будущем главной угрозой для любого военного объекта является кратковременный массированный авиационный налет с использованием большого числа крылатых ракет. Подлетели, отстрелялись и текать! С-350 – это тот же комплекс С-300 средней дальности с двумя типами ракет. Первая – 9М96, для противодействия всему, что летает, включая крылатые ракеты, на расстоянии до 120 км. При этом скорость противника может быть до 4,8 км в секунду, то есть можно поразить практически все тактические и оперативно-тактические ракеты. Вторая ракета – 9М100, малой дальности, способная работать по целям на расстоянии до 15 км. Теперь пусковая установка способна разместить 12 ракет против 4 штук на С-300ПС. На Международном авиационно-космическом салоне MAX-2021 в Жуковском концерне ВКО «Алмаз-Антей» представили информацию по мобильному трехкоординатному многодиапазонному радиолокационному комплексу 55G6-ММЕ, который является развитием мобильного радиолокационного комплекса для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов 55G6-МЕ «Небо-М». Сам РЛК 55G6-ММ впервые демонстрировался на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в Кубинке. РЛК содержит адаптивные взаимодействующие радиолокационные модули метрового-дециметрового диапазона и кабины управления и связи. Каждый радиолокационный модуль состоит из РЛС с активной фазированной антенной решеткой и двумерным электронным сканированием соответствующего диапазона волн и модуля жизнеобеспечения. РЛК 55G6-ММЕ обеспечивает Обнаружение и сопровождение в воздушных объектах, в том числе гиперзвуковых, Поиск и сопровождение баллистических целей в заданных секторах, Пеленгацию постановщиков активных шумовых помех, Измерение дальности азимота и угла места высоты, Адаптацию к помеховой обстановке, Определение государственной принадлежности воздушных объектов и получение информации в системе автоматического зависимого наблюдения, Обмен радиолокационной информацией с КСА, Отбор и выдача трассовой информации по воздушному объекту одновременно в три адреса, Автоматизированный расчет и отображение на РМО текущих зон обнаружения, Автоматическую топопривязку модулей РЛК по данным, поступающим от встроенной аппаратуры, Космической навигации системы, а также автоматическое горизонтирование модулей РЛК, Ориентирование и юстировка антенн РЛК, Автоматический контроль функционирования аппаратуры и поиск неисправностей с диагностированием отказов до уровня 1-3 ТЭЗов. Российская армия в 2022 году получит новый десантируемый грузопассажирский бронеавтомобиль К4386 ЗАССПН, Защищенный автомобиль специального назначения, обладающий повышенной защищенностью и маневренностью. Среди главных особенностей машины способность десантироваться. Грузоподъемность нового броневика в районе 3 тонн позволяет подразделению спецназа до 5 человек, оперативно доставлять все необходимое имущество и оружие к месту боевого задания, а не носить его на себе. К4386 ЗАСПН обладает наибольшим уровнем противоминной и баллистической защищенности, скорости 142 км в час и маневренности из всех броневиков, представленных на армии 2021. На этом все, до встречи! У кого есть желание поддержать канал, нажимайте кнопку спонсировать, подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры подогнал «Симон»!